здравствуйте сегодня снова будет обзор обзор замечательного лука но хочу сказать что сегодня выпуск необычный сегодня двойной праздник первый мастер который сделал вот этот замечательный лук который сегодня опробовал и уже утверждаю что он замечательный так вот у него сегодня день рождения можете в соцсетях человека поздравить и второй праздник состоит в том что действительно удачная модель сегодня попала в руки вот такая вот вещь и так лук этот назвали чингис это современный традиционный лук с монгольскими мотивами ну условно будем называть его монгольским здесь есть вот такие вот кобылки под тетиву достаточно большие выносы и так далее я не знаю что мне сказать он просто классный сегодня мне очень помог мой подписчик виктор огромное спасибо и в первую очередь помог тем что привез два лука куликова это его крымско-татарский и его эндоперса могола это очень хорошие луки и вот эти три лука можете увидеть их на картинке они действительно замечательные и именно эти три лука очень сильно отличаются друг от друга до сегодняшнего дня моим бесспорным фаворитом и моим любимцем был крымско-татарский лук мягок быстро комфортен он всем хорош вот действительно очень хороший лук но есть маленькое но этот лук правильно некоторые луки говорят он построен на пределе он маленький тоненький легенький так далее и к сожалению или неопытные стрелки или те у кого ай кью ниже среднего ну могут его попортить мне это абсолютно не мешало я повторяю это был мой любимец он классный там там все есть характеристики удобства точность и так далее потом появился эндоперс лук был больше лук был в чем-то даже интереснее с очень неплохими характеристиками и так далее притом я бы сказал что эндоперс он запасает энергии больше на эндоперсу как-то более эффективные расходы потому что на легких стрелах он показывал скорость даже повыше ну так далее там были такие нюансики но вот тот эндоперс мне не очень нравился но уже не для среднего стрелка нет этот лук замечательный но уже душа лежала к другому я люблю луки комфортно да скорость тоже конечно но хочется мягкости комфорта и тут появляется вот этот чингис монгол сегодня отстрелялся и вот это вот первенство кромчака для меня стало уже не столь явным появился лук который мне очень понравился вообще врать не буду мне очень нравятся луки куликова которые новые луки куликова которые мне попадают они мне сразу жутко нравится потому что во первых луки действительно хороши они все без шуток качество есть характеристики есть действительно очень хорошие продуманные луки и я балдею от того что мастер год за годом модель за моделью умудряется делать луки отличные от предыдущих ну казалось бы чем они отличаются отличаются еще и как и сегодняшний наш герой чем меня вообще удивил лук большой пока что насколько я понял это самый здоровый лук который куликов в своей линейке выпускал он точен но пострелял сегодня у меня он точнее бьет чем эндоперс про какой-то стек до 32 33 вообще разговора не идет тянется он далеко написано максимум 33 дюйма вытяк ну ладно пусть будет 33 хотя он запросто 34 выдержит у него нет хендшока этот большой лук с достаточно приличными выносами даже с кобылками стреляет исключительно комфортно очень комфортно само натяжение сам выстрел уже стал даже вот не вот эти традиционные луки он тянется как-то более и более равномерно и более как бы остро что-то в нем уже начинает сквозить от ха от хороших антери курвов но вы знаете на самом деле мои впечатления в данном конкретном случае роль будет играть слабую это просто очередное произведение искусства очередной замечательный образец которыми честно говоря поразил отдельно хочу обратить внимание на рукоять вообще о вернемся чуть-чуть назад в линейке куликова есть замечательный аварский лук назвали его аварец блук действительно неплох я отстрелялся в принципе все у него есть такое было лук был не для меня но у него есть масса почитателей и у него была достаточно хорошо так сильно изогнутая рукоять тогда мне эта рукоять подсказалась поскольку постольку я такого дела не фанател а потом начал собирать информацию потому что мне писали что говорят это плохо есть жалобы и да действительно одним людям она не нравилась казалось неудобной с кольцом стрелять такой рукоять и мне нравилось и точно так же был другой лагерь которые от нее просто обалдели и считали аварец это самый лучший лук в его линейке вот такие вот дела вкусах не спорят при том так считали люди которые всю его линейку перебрали и выбрали его сознательно вот им нравится вот так вот так что не надо говорить хорошо или плохо здесь пошли на компромисс красивый ну больше красиво чем функциональный изгиб остался это вот такая вот фишка мастера и очень многих современных мастеров ну вот такая вот сейчас лучная мода может кому-то нравится может кому-то нет но такое уже есть так вот этот изгиб здесь уменьшен и в сочетании с кожаной рукоятью делает этот упор достаточно комфортным я специально сегодня пострелял по восточному и никаких проблем не заметил более того в этом хвате в этой рукояти с этой накладкой появился очень интересный момент когда буквально сантиметр в сторону или смена хвата позволяют менять чуть ли не технику стрельбы мне это показалось очень интересно если бы я заказывал себе лук я бы ничего не менял в базовой конструкции но на кожаную рукоять здесь и особенно здесь я бы сделал такую небольшую муфту плотнее бы прижималась и форма была бы вообще сказка вообще с мастерами этот момент обсудил он сказал что сделать еще менее изогнуты это вообще никакая не проблема и в будущем скорее всего будет модель с рукой вообще прямой то есть будет выбор и кстати за не последний лук в этом году вообще-то о лучной фактории запорожской есть планы закрывать свою лучную линейку но это не последний лук будут еще хочу заметить очень нехилая производительность на самом деле делать новые модели продумывать экспериментировать ломать неудачное прочее это очень трудоемкий процесс такая производительность вообще-то заслуживает уважения моем случае удивление по качеству я хорошо так облазил лук ну здесь говорить не о чем не пылинки не сыринки все очень красиво сделано нету абсолютно никаких нареканий единственно лук ко мне пришел что называется с пыложарущий совсем не совсем чуть-чуть досох клей человек чуть-чуть торопился насчет кобылок не знаю наверное этот вопрос еще будет меняться модель новая вот я лично вот эти кобылки вижу вот здесь почти на сантиметр в сторону неоднозначный вопрос нет все сделано абсолютно изумительно все как надо а и еще наверное скажу но наверное в базовом варианте вот такие тонкие фастфайтовые тетивы ставить это идея не самая удачная в базе для традиции наверное до кром то что надо но лук потрясно точен и комфортен действительно потрясающий лук при том мне он кажется более стабильный чем кромчак ну потому что размеры у него достаточно приличные я буду еще стрелять из этого лука потому что сегодня первый день я из него пострелял я сравнил с предыдущими луками да первые впечатления очень хорошие нет без ошибки лук хороший все действительно хороший лук хорошо далеко тянется скорость есть комфорт стабильность и так далее новое произведение искусства без вопросов без вариантов особенности я найду постреляю недельку постреляю разными стрелами этот момент я пока не уловил но в принципе проблем не видел со всеми стрелами стреляют хорошо и наверное надо будет сгонять на хрон по возможности ну в любом случае лук хорош чем он мне больше кромчака все таки нравится он как то более крепко сбит не играет при этом осталась его замечательная комфортность замечательный комфорт все в нем как надо и мне пока что на данный момент очень сложно выявить какие-то особенности просто он классный и все еще один классный лук в линейке лучной фактории абсолютно с чистым сердцем это говорю большое спасибо за внимание обязательно подпишитесь обязательно поставьте лайк потому что я буду делать продолжение по этому луку постреляю более вдумчиво выйдем стреляем на какие-нибудь там дистанции разными стрелами по разным мишеням и можете сами удостовериться я в этом уверен что лук классный пока пока